всем привет небольшой финальный обзор пилы аккумуляторные то как мы ее используем для того чтобы работать в одиночку вот фестовские вот такие штуки используем добавили титрек с флипстопами и вот один человек может лист то что можно так сказать транспортабельно отрезать но это я уже показывал вот и потом дальше с ним работать уже не прибегая ко второму объясню зачем все рассказано итак речь идет о предыдущей модели пилы я ее буквально купил за месяц или полтора до выхода новой модели и кто-то кто уже имел опыт с этой пилой жаловались на то что она козлит ну козлит смысле бодается начинает сопротивляться если что-то там не так сделать фактически я не сталкивался с этим делом говорят что по линейке можно долбануть ну когда ты запускаешь и так далее ну пацаны мои кое-где чудили на ней с проводами чудили если честно поэтому речь идет именно вот этот об этой модели чтобы не было путаницы я года полтора назад когда ее купил предварительный обзор делала теперь уже могу сказать о ней значит она годится на мой взгляд только вот для того для чего я показал то есть она у меня фактически больше ничего в мастерской не делает узко заточенная почему если вы на выезде пытаетесь с ней работать чтобы вы понимали ресурс двух аккумуляторов 5 амперных 5,2 ампера у меня тут стоят значит примерно не превышает 12 линий по 2,80 то есть это 28 метров до но добавьте еще раз примерно 30 сколько 34 метра примерно она может пройти без дозарядки это зависит от материала надо учитывать какой это будет материал моем случае чаще всего это либо ламинат либо мдф 19 миллиметровый если материал будет толще соответственно ресурс будет еще меньше но это хрен бы с ним можно пережить но она не получается у нас есть мешок который замахивает просто он заполняется буквально от линии в три метра почти полностью 2 уже до половины он начинает пылить изо всех сторон забивается здесь забивается здесь ты постоянно останавливаешься чтобы вы трусить этот мешок это крайне неудобно хоть здесь вот это вся трахамудия есть но если честно она ничего не решает то есть получается если вы будете работать с пылесосом то на хрена аккумулятор если вы то есть пыли отвод никакой ресурс пилы никакой то есть без дозарядки ну что вы не можете порезать всерьез мощность у нее меньше ощутимая ну то все равно ощущается что она не не такая работоспособная как сетевая пила да то есть вопрос ну что но мелкая подрезка на где-то на установке ну да она потянет мелкую подрезку может быть но на установке чаще всего где люди живут вам все равно нужен пылесос ну то есть зачем тогда вам аккумуляторная пила если вы все равно будете включать пылесос вот где вы не можете работать эффективно ну да если вы там две столешки подрежете но опять же я говорю что пылеудаление так себе то есть этот мешок это ни о чем если с пылесосом это тоже ни о чем вот такие дела поэтому это изделие на мой взгляд она стоит наверное своих денег в моем личном случае там 500 чем-то она кстати дорогая она по моему даже под 700 евро стоило что такое я еще долго ждал потому что такое видные времена были вот то есть то что я себе думал потому что тогда еще вопрос мастерской стояла непонятно было как мы будем работать я думал вообще купить 5 таких пил мало ли мы будем работать в стесненных условиях может быть гараж будет вообще без сети я же не знал как я выйду из положения еще про мастерскую эту в которой я сейчас даже речи не шло во франции помещения это очень тяжело ну короче в итоге для какой-то мелкой подрезки да ну для такой мелк для какой-то мелкой подрезки ну не знаю это дорогое удовольствие на мой взгляд для решения каких-то таких задач всерьез этой пилой на мой взгляд работать невозможно то есть конечно сейчас наверное зрители не все согласятся со мной ну я это на мой взгляд пока еще технологии с аккумуляторами не достигли того совершенства что можно было всерьез говорить о том что это абсолютно полноценный рабочий инструмент для меня это ну да в моем случае это имеет смысл ну так то так себе инструмент по правде сказать и вообще если говорить о пилах фесту погруженных то после мафель хоть там сейчас вышла какая-то новая модель я даже не смотрю честно говоря ну как бы все у меня есть даже где-то одна или две погруженные которые я даже не использую сетевые они где-то есть но их не использую вот такая штука